Металлическая пластинка Стальная и снова латунная К свободным концам латунных пластинок присоединен мультиметр, работающий в режиме вольтметра В цепи нет никакой батарейки, поэтому показания вольтметра равны нулю Один стык пластинок опущен в сосуд с холодной водой, а другой мы будем нагревать с помощью свечки Вольтметр сразу же показывает ненулевое напряжение, правда очень маленькое, меньше 1 мВ Стык разогревается И напряжение постепенно достигает 1,5 мВ И все-таки это электричество Если соединить последовательно тысячу таких установок, мы получим напряжение в 1,5 В, как у этой батарейки Замкнутая цепочка из двух различных металлов называется термопарой Если стыки пластинок поддерживать при разных температурах, в цепочке возникает электродвижущая сила, термо-ЭДС Чтобы ее измерить, разрежем одну из пластинок и подсоединим к ее половинкам вольтметр Величина термо-ЭДС зависит от того, какие два металла составляют термопару В этой заводской термопаре используются хромель и алюмель, два сплава на основе никеля Поместим ее конец в пламя свечи Ого! Напряжение составляет уже 29 мВ, а не 1,5 Величина термо-ЭДС пропорциональна также разности температур на горячем и холодном концах Чем больше эта разность, тем больше термо-ЭДС Это позволяет использовать термопару в качестве термометра Обычный термометр в пламя свечи лучше не засовывать А вот этой термопарой можно измерять температуру от минус 200 до плюс 1200 градусов Подсоединим ее к измерительной станции и измерим температуру пламени свечи Довольно горячо, целых 800 градусов Цельсия Хорошо бы использовать термоэлектрический эффект для настоящего производства электроэнергии Такая электростанция не имеет движущихся частей и она будет работать без износа Коэффициент полезного действия первых термоэлектрических устройств был очень мал, заметно меньше 1% Прорыв в этой области был совершен в 30-е годы 20 века, когда от батарей с металлическими элементами перешли к полупроводникам В 1943 году в Ленинградском физико-техническом институте построили полупроводниковый генератор в виде партизанского котелка Его КПД достигал 2%, что позволяло подключить к нему полевую радиостанцию Сегодня на космические зонды для дальнего космоса ставятся термоэлектрические генераторы с радиоизотопным подогревом Они могут работать годами, что не сравнится ни с какими электрохимическими элементами и аккумуляторами Построим свою собственную термоэлектростанцию Полупроводниковый термоэлемент соединен проводами с электрическим мотором Закрепим флажки на оси мотора Сверху с помощью термопасты приделаем к термоэлементу холодильник и зальем в него холодную воду Под термоэлемент подставим свечу и зажжем ее Мотор сразу же начал вращаться и довольно-таки быстро Сверху с помощью термопасты приделаем к термопасты